Они на порядке превышают запасы, ну я не имею ввиду в теологических впадинах, там где руды и лыли, и в комплекции. Вот только по этим теологическим впадинам на порядке превышают запасы на луковых континентах. И эти все элементы, которые там в океанах накапливаются, это мяснос с континента, это установленные, это источники, это осевые части. Осевые части срединно-океанических хребтов дают там базальные морды, базальные срединно-океанические хребтов, которые пусты абсолютно. И спрашиваются, как же так может быть. Ну вот так, это по сути дела продукт, он разрешается так, что у нас по этим интерметаллическим соединениям сплавов образуются силикаты, при этом рудная нагрузка сбрасывается, а потом плавятся уже эти силикаты, но они, как и должны быть, пусты. Там у нас показано первичный риск одиннез при астоносфере, а здесь у нас показано, что бывает, когда у нас астоносфера отсутствует, что у мезокайнозуя уже рядом бывает. Вот это вот у нас силикаты, а это металлы, и вот по зону грифтогенеза у нас должны быть вот такие вот диапии. Обычно это говорят, что это аномальные мантии, поскольку меньшая плотность, меньшая скорость и прохождение сейсмических волн, ну и некоторые другие вещи. Вот для этих был сделан сплав, который определил вот эту вот магнитную сепарацию железа кремния и с кремнием армии железа в той пропорции, как определила его магнитная сепарация. И для этого сплава были определены скорость и плотность до давления 27 килобарда. ...предкотики и зоны, но несколько лет назад появились, и они уже пора заканчивать. Появились приборы, которые позволяют водород прямо в поле измерять. Да, очень хорошие приборы, разработанные нашими талантливыми физиками. Ну и вот, что мы видим? Мы видим вот такие вот кольца. Это струи водорода. Струи водорода, которые идут. И вот так вот ослепляют... ...круглые... ...кольца. 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 Вот это вот 250 метров. Вот это вот. Ну, вот это вот 150 метров. Вот, рассмотреть вот отсюда, если на эту структуру, то вот следующий слайд. Вот это ваш покорный слуга стоит. А вот видите, вроде бы и ничего незаметно. Но поле будет, брошенник поля. Начинают там расти сосенки вот. Ну, и способ все видно. Тогда померяешь водород, то становится понятно. Вот смотрите, сколько этих... Это снимок в югу от Липецка, 20 километров, в центре этого снимка. Вот сколько этих вот кругов. Вот видите. И это тоже водородная дегаграция. Вот такие выдаются там тоже. А вот смотрите, вот это вот тоже водородная дегаграция. Вот это диагноз 2,5 километра. Внутри заболоченной. Такая получается палка. И вот такое вот выбеливание водородной поделивки. А это наша тоже работа. Мы приняли сейсмический профиль. Вот эти вот... Вот здесь эта структура находится. Такой корень, видите, на него ходит. Этот корень, видите, он разутомленный. Это тысячи метров. Вот внизу, вот здесь, это 20 километров. Ну, это тоже такая же структура, такое выбеливание. От предыдущего года, конец апреля. Что такое выбеливание чернозема? Чернозем, это длинные гумусовые молекулы. Гумус 10% там, обычно, в черноземной. А длинные они из-за того, что там связь углерод с углеродом. То есть они недосыщены водородом. Когда это все попадает в водородный поток, то водород устраивается, этот гумус рвется на части, становится ведущим углеводородными газами и просто улетает. И вот этот чернозем, он исчезает. Вот смотрите, вот это место мы даже называемую нить. Вот это вот кольцо, оно полтора километра. Но вот как этот водород идет и что он творит? Как этот водород идет и что он творит? Ну ладно, дальше я уже смотрю в воде. Это есть и... А, ну хорошо, вот этот вот. Это профиль, проведенный далеко от настоя. И вот этот профиль показал вот здесь, например, переделки. Переделки – это знаменитое место, где живут писатели, поэты, ну и прочие знатные люди. Так вот здесь вот водород идет очень сильно. И все это, вот это вот, видите, это 60 километров, по-моему, мне с такого рампуса плохо видно. Это все уходит в отборную зону, в отборную зону, в отборную зону. Ну это так выглядит, если водород накладывается в шевестной массив. И еще, вот это вот не кучки муравьев или кого-то, это такие грязевые мулканчики, которые выиграли с пояснями. Вот они вот такие все бористые, вот эти вот поры. И вот это явление, оно раньше не было, а последние два-три года оно становится просто невероятным масштабом. И если у вас есть где-то, вернее, не обработанные земли, посмотрите по этой лесне, они растут очень быстро, в течение дня-двух, и вот вырастают вот такие вот кучки, консортовик, целыше полметра. Это вот тоже водородская гигарственная цель. Плюсы. Возможность водорода. Воду можно добывать водород скважинами, как обычные трехобегарства. Мы сейчас уже знаем, где это надо делать. На какой глубине нам будет. Возможность восполнение водородов без трехобегарств, потому что водород появляется остальным компонентом нефти. По числу АТО, по-разумению. Ну и минусов очень много. Не буду их перечислять, чтобы не портить настроение. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Я думаю, что это может вызвать интерес, прочесть и разобраться. Любая кирпотизма, которая нам приемлема и не приемлема, это еще не критерий ее истинности. Дружба во всем разбираться, потому что многие людей сначала воспринимаются в штыки, а потом они с тобой, а потом все будут говорить, что они так. Поэтому надо быть толерантным, любым, и считать, что твои взгляды являются истинно последние инициации. Но он, конечно, мог бы рассказать на чем-то лучше. Он вчера говорил, не очень четко свой доклад, но пишет он просто. Так что прочитайте его книгу. Я думаю, что это вы в Божий клубе пройдете. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Вы знаете что? Давайте сделаем уже часть.